Там такой террорист стоит и рассказывает, эту бонгу мы бросим на Нью-Йорк, она взорвёт всех американцев, а этот, который стоит с видеокамерой, а у него там батарея, так, пим-пим-пим, мы терзаем всех, краснит, 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 а у них там у себя калаши, эти РПГ торчают. Дорогие друзья, это наше общее решение нашего гаража, мы однажды прекратили съёмку, а сейчас ввиду того, что всё идёт на красоту, то есть начали собирать клиентскую Волгу, и все запчасти, а? Победу? Блин, извиняюсь, Победу, начали собирать Победу, решили возобновить обратно, ну, по крайней мере, на этап сборки, решили возобновить снова наш видеоконтент. На сегодняшний день Ютуб прекратил монетизацию, а Дзен продолжает монетизировать, вот я вас искренне прошу, если вам нравятся наши ролики, смотрите их лучше на Дзен, да, там, потому что нам хотя бы там хоть какие-нибудь там 3 копейки собираются, да, во всю эту историю. Вот, мы так, ну, не ради стяжательства, а просто ради того, чтобы, ну, Серёге, нашему крутом видеосъёмщику, хотя бы это, его зарплату там немножко оплатить. Накопился реально большой объём работы, который выполнен уже, и поэтому уже было принято ещё раз решение снять полностью такой длинный видос. Во-первых, конечно, надо смотреть, рассказывать, если посмотреть сюда под капот, что мы первое мы начинаем всегда при сборке автомобиля после покраски. Конечно же, это начинка всяких там узлов, агрегатов, которые ставятся заранее. Двигатель, коробка, все трубопроводы, электропроводка. Делается всё для того, чтобы потом, когда уже стоят крылья двери, чем-то там не царапать, не портить. Ну, то есть, максимально сберечь всё это. Да, вот мне, кстати, показалось очень логичным, потому что, ну, часто ставят крылья, да, потом на них кладут что-то мягкое и начинают туда там всё это ковыряться. Да, тут целый день стоишь вот так вот, прям вот он, есть у тебя подход, и ты занимаешься свободно. А если бы это было по-другому, то мы бы уже давили сам своим животом на крылья, там, на другие какие-то детали, всё это неправильно. Всё ждёт, да, это всё ждёт установки, всё готово, вот, но мы пока не трогаем она всё в сторонке, чтобы и зря не царапать, не портить. Поэтому весь акцент сейчас здесь, вот, если посмотреть поближе, то можно увидеть, что здесь уже практически всё стоит. Всё стоит как надо, всё подключено. А чё, можно завести уже машину, да, или чё? Нет, сама электропроводка не закончена в салоне, там невозможно подключить. Ну ладно, подожди, эти же двигатели, они особо без электропроводки, там, кривой стартер-то засунул, да? Я, при желании, могу, конечно, завести, но это смысла большого нет. Ну, а так, на самом деле, всё подключено, то есть топливная система, тормозная система, вода вся подключена, печка, всё-всё-всё, все механизмы управления, там уже всё стоит на своём месте. У нас ещё был небольшой спор между собой, то есть, по поводу блестяшек. Вот здесь, ну, с заводом не было предусмотрено, допустим, вот крышки, да, вот всевозможные, да, потом я смотрю, тут что-то новенькое появилось, кронштейны, да, вот всё это, да, они вот блестящие. Вот, как бы это выглядит празднично, ну, вот, у нас был небольшой спор, как бы, да, оставаться в заводе полностью, да, там, потому что эти элементы, они, скорее, должны были быть, как-то анодированными, да, там, жёлтого цвета, да, там. А мы что-то подумали, что, ну, более праздничный подход взялся. Ну, тут я добавлю, просто мы их сами не хромировали, это досталось нам от хозяина этой машины, в придачу были к машине, ну, и подумали, ну, что же, они есть, попробуем, поставим, вроде бы. Да, вот вы тоже, уважаемые зрители, вот свое мнение какое-нибудь там скажите, вообще стоит вот так вот, скажем, в ретроавтомобиле вот эту вот блестящность, украшательством таким заниматься, да, или всё-таки идти просто по стоку, по всему, как завод делал, так и делать. У тебя, получается, тормозная система полностью установлена, да? Да, конечно, уже стоят цилиндры главные, всё подсоединено, все трубочки к колёсам, всё, все шланги, всё полностью, всё готово. А подожди, и рулевая у тебя, смотрю, вся история, да? Рулевая вся, вот порой что-нибудь стоит у нас из-за чего, бывает не хватает какой-нибудь шайбочки там специфической, пока её где-то ищешь, там, потом нужно её оцинковать, там, привести в порядок. Вот бывает что-то недособранное, но теперь уже стоит всё собрано. Вот сейчас потихоньку мы занялись электропроводкой, устанавливаем все элементы электрические, чтобы провода правильно разложить, подключить, и тогда уже можно будет сверху уже одевать крылья, двери, чтобы заняться полировкой. Слушай, я смотрю, там продвинулся ещё этот, в салоне уже там руль появился, так как, а подожди, часы тут стояли красивые, нет? Мне, чтобы посмотреть, куда жгуты какие провести, нужно прибор поставить. Я прибор поставил, посмотрел, где мне его проложить, вот, а в данный момент уже снял его. Элементы декора тоже требуют заранее установки, так как потом их не поставить, и нужно уже подумать, чем закрепить, как закрепить. А, то есть, все вот эти элементы ставятся, чтобы электропроводку проложить нормально, да? Ну да, я же ещё приборы туда сзади уже ставил, чтобы именно посмотреть, где проходят провода. А, вот так вот? Просто стоит, да. Сложности, конечно, всегда есть. Вот сегодня, прям конкретно при установке вот этой накладки, выяснилось, что мы же их покупаем новодельные, они вот красивые, всё хорошо, но, блин, как закрепить? Там вроде есть отливки, вроде там можно прикрутить. Начинаешь крутить, она там может лопнуть, треснуть, и тогда вот тут моменты наступают такие, жалко, что ломается, портится, и на неё много довольно времени потрачено, чтобы её ровненько, хорошо установить. Так, а тут я смотрю тоже всё на своих местах, уже коробка, карданы, да? Да, коробка, вот опять же, почему спидометр ставил, надо было трос провести спидометра, чтобы он прошёл в своём месте, знать, этот ли у нас трос, или нам другой искать, то есть, вот, и поэтому я уже её провёл, спидометр стоял, я уже снял его. Всё правильно его проложил, резиночки там уплотнительные, всё сделал, мы ещё пока не поставили эти рычаги переключения передач, не закончили эту систему. Коль, а теперь расскажи нашим уважаемым зрителям, почему у этого прекрасного, как его зовут, валенка, да, то есть, вот, отгрызан кусок. Ну, да. И кто, мыши завелись в сервисе, да? Прямоугольные это отгрызы делают. Когда я устанавливал педальный узел, вот, здесь такой элемент присутствует, значит, должно быть уплотнение, вот, между рычагом и кузовом, а оно именно сделано вот из такого войлока, когда-то он тут был, ну, мы до покраски всё это там выдирали, потом возник вопрос, где же взять-то? Ну, где, вот, возьмёшь такой войлок, какой там, ну, и раньше был. Слушай, то есть, подожди, ты хочешь сказать, что, значит, на заводе, в заводских условиях, да, получали валенки, резали куски от них и вставляли в машину, да? Они получали войлок, наверное, какими-нибудь листами, вот, и потом резали. Ну, подожди, а вот в заводе-то вручную тоже всё делалось на заводе? Ну, вряд ли, нет. Нет, ну, подожди, машина того времени-то, может быть, ты... Не, ну, элементы сами вот вырезали, скорее всего, каким-то там штампом, вот, это я уже вручную вырезаю. Но, тем не менее, я вырезал всё так же точно, как оно и было. Реально на заводе вот, ну, того времени часто понятно, всё, роботы-роботы тогда всё вручную херачили, да? То есть, вот, подгоны всякие, вот, этих вот, там, элементов и... Да, 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 просто это, как бы, особо не афишируется никогда, но на самом деле всё это делается на вид довольно грубо. Кто-то подумает, что он, это жестоко как-то, но он так и делается. Ну, а тут много подгонять приходится в машине? Постоянно, вообще постоянно. Всё, что не возьмёшь в руки, постоянно что-то подпилить, подогнать. Любую деталь? Практически любую. Современная уже не так, современная, узловая, да, вся история? Узловая, она более точно выполнена не как раньше. Например, вот мы сейчас уже сделали, да, у нас готовые двери, крылья всё есть, и мы не можем взять и поставить на эту победу другую дверь, чтобы она прямо взяла и подошла. Она не подойдёт сто процентов. Она где-нибудь в зазорах неправильно будет стоять. Вот, так же и нашу дверь нельзя кому-то поставить. Это нужно с ней, с дверью, с кузовом серьёзно позаниматься, чтобы... То есть, каждая вот такая ретро-победа или там другая машина, это вот как человек абсолютно индивидуально, да, то есть, их от двух одинаковых нету, да? На вид похоже, всё, конечно, очень сильно похоже, но вот совершенно определённо скажу, что нельзя взять одну дверь, снять, а с другой машины ей сюда поставить, чтобы она так же подошла. И крыло так же, да? Такого не будет, нет, и крыло то же самое. Что, я смотрю, сзади тоже там и бак стоит уже к нему, там всё-таки потушено. Нет, топливная система вся уже готова, прям заливай бензин, всё готово. А, и, то есть, туда он придёт, там, да, бензонасос, все трубочки, всё разложено под днищу правильно. Это такая работа тоже, трубочки нужно правильно согнуть, чтобы они не сломались, не сломались, закреплены правильно было, всё на красоту делается. А, ещё этот сам, я тут новый термин услышал, когда сюда пришёл, Валентин, Саня Николай такой говорит, и теперь всё, машин самец, самец. Вот, я думаю, что за самец-то такой, да, оказывается, установили самоглушитель, да, то есть, а это на этом самом, на сервисном языке означает... Ну, вот, тут немножко видно, да, выглядывает глушитель, да. Когда глушитель поставил, то теперь он самец. Ну, так вот, буквально, наверное, недельку, если с проводкой мы закончим, она, наверное, уже должна заводиться, всё, тогда прям начнём уже украшательство такое наружное. А вот, я смотрю, вы ещё эти колёса смонтировали, да, то есть, тут всё такое на красоте. Всё лежит, готовый, мы пока не ставим, так как мы занимаемся машиной, что-то потом мы ещё будем полировать, потечёт, чтобы не пачкать колёса. Они вот собраны ещё и даже не умыты. Я смотрю, золото богато лежит на столах. Вот, кругом, если глянуть, вот возле тебя, посмотри, получали мы вот так посылки. Пластик. А, это вот всё на эти, да? Да, вот торпедные как раз такие, вот сегодня говорю. Я устанавливал одну накладочку, блин, столько на неё времени там уходит. Так же и дальше пойдёт, я понимаю. А это всё, ну, новодельное, да, так сказать? Это сейчас все эти ретро-запчасти, да, вот такие? Ну, так приятный материал на ощупь, вполне себе гладкий, без царапин. Если бы не было, было бы гораздо хуже, потому что как вот сделать машину без этих деталей? Да, а потом ещё они в каком состоянии за это время побыли, они там хрупкие, да? И те, которые были, даже близко их не восстановишь. Они всегда сжимаются, их прям сильно ведёт, и ничего ты с ними не сделаешь. Вот так же, прокладочку заднего фонаря на дышке багажного. Такая на красоте, да? Тут частюшка. Табличка. Здесь уже вот комплект всех фар. Коль, ну, вообще вот сборка-то чистая работа, да? Или всё-таки она тоже там, учумазишься в ней, я думаю, весь, с этой подгонкой? Нет, больше назвать надо, что это чистая, конечно, работа. Когда устанавливаешь элементы, они изначально должны быть тебе чистые. Ну, в нашем случае вот абсолютно новые, ещё не стоявшие. А это вот прям ретро-ретро, да? То есть она... Это всё советская, да, это не новодельная, ничего. Вот если пластик, это новодельный, а это всё ретро. Именно вот, древняя всё СССР, но новая. Ну, это найти надо ещё такую, да? Да, это всё так же вот долго-долго ищется. Вот, кстати, пару слов о том, чтобы было, в принципе, понятен масштаб сумасшествия при работе с такой машиной. То есть сначала машина, ну, берётся какой-то донор, может быть, даже не один, там, и в нашем случае, да? В нашем случае пять доноров. Ну, вот. Один мы купили, а ещё пять машин разорили где-нибудь. На хулиганили, да? Ну, как, приезжаем, договариваемся, покупаем. Ну, вот, смотрите, значит, вот приняли решение, вот, допустим, вот эту машину собирать, там, да? Ну, потому что оценили, что у неё кузов требует наименьших работ с ним. Там, ну, допустим, не гнилой, там, не вывернутый никакой, там, да, там, не сильно замятые какие-то условия. Всё, вот приняли решение, да? Потом, значит, начинают собираться вот с доноров всевозможные комплектующие. Причём комплектующие приходят, ну, в совершенно безобразном виде. То есть они могут быть, там, ржавые какие-нибудь, там, ненесы. Да, сейчас покажу. Да, а пойдём в этот момент посмотрим, потому что это важно, вот, чтобы у вас последовательность была всего происходящего. Вот руль у нас есть. Он считается очень хорошим, так как он имеет родной пластик, вот, и кто-то его, может быть, даже у нас заберёт прям с удовольствием, потому что он родной. А вот лежит новодельный руль. Мы покупаем, конечно, такой только из-за того, что он красивый. Но, как бы, теоретически, конечно, можно и с этим заморочиться, но... Да, я могу его тоже приготовить и сделать таки. У нас не хватает одного, там, элемента для механизма переключения передач на руле. И вот мы там где-то ищем, везде где-то добываем, что-то почути. У нас, например, есть вот одна вот такая деталь. Она оцинкована, уже готова. А позже, ну вот, буквально на днях, мы, наконец-то, раздобыли вторую, которой у нас не хватало. Вот смотрите, о чём я ещё хотел сказать, очень важный момент, что вот собирается вот всякое такое вот в таком виде, да, вот как вы сейчас видите, да. То есть это считается удачной находкой. Да. Потому что от неё можно отобрать какие-то элементы. Потом всё это дело, там... Приводим в такой вид. Да, зачищается, чистится, моется, красится или оцинкуется, если необходимо, или красится. А потом собирается в элемент. То есть сначала, перед тем, как приступить к вот этой узловой сборке, то есть вот это бесконечное количество элементов в машине, как я где-то читал, в современном машине до 5000 всяких элементов. Вот всё это потихонечку собирается, 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 и, ну вот, из-за такого вот говнеца. И вот здесь получается, что здесь задвоенность, да, вот такая деталь, вот у Николая есть, да, вот она, да? Ну, это уже до кучи попалось, да. Да. А как мне хватало вот этой вот? То есть вот этот узел весь добыли ради вот одной вот этой вот детали. Ну да. То есть и вот это с каждым каким-то там, да, прикосновением к машине. Можно сказать, постоянно это делается. Ну вот это тоже вот, допустим, да? Ночью показать. Ну, это вот педаль стартера у нас. Вот сейчас наша находится на оцинковании. А так это вот буквально случайно досталось, когда нашли вот эти запчасти, и эта там досталась. Их, ну, просто нет, или нету в хорошем таком состоянии, чтобы ее даже можно было привести в хорошее состояние. Бывает настолько сгнившие уже, что испорченные. Вот, например, смотри, я. А. Видишь, вот. О, посмотри, вон, часы разобраны, да, то есть вот полностью. Для того, чтобы их там тоже там почистить. Объясню сейчас. Вот старые часы, вот, у них должно быть вот здесь хромированное, а вот здесь коричневое. Вот, а мы часы купили, а у нас ободок был полностью хромированный. А еще спидометр у нас свой был, тоже был коричневый, но цвет не совпадает. Поэтому вот он лежит как раз сегодня, покрасил, чтобы было одного цвета. Это вот спидометр, я его не разбирал, так покрасил. А это ободок, с часов снял. То есть вы должны понимать, что там еще склады запчастей, а потом есть еще куча всяких мест, куда можно приехать и пограбить. Это еще битва со всеми этими гаражниками, да, там, дядьками, которые не хотят, не могут или очень ценно считают свою вещь, там, это, да. Есть люди вообще трудно такие общительные, когда что-то спрашиваешь, они там заряжают очень большие деньги. А есть наоборот, с кем-то пообщаешься, поговорил, для чего тебе там... А, и отдают просто сами даже, да, в дар, в дар дают, да? В свое время, вот мы, например, эти запчасти как добыли, просто вспомнили про одного дяденьку, вроде считался уже он и умер. Там, ну, много лет назад я ездил на то место, где эти машины стояли, и мне там дети их сказали, что, да он тяжело болеет, там, то, суда. Ну, я думал, ну, все, его, наверное, и нет. А тут мы на всякий случай поехали, думаю, может, с детьми пообщаемся, поговорим. Вот это все валялось на улице. Да, просто на улице. Вот реально на улице. То есть просто на улице валялось. Да, просто на улице. То есть не в боксе, не в гараже. И хозяев никого нет, мы ходим с сыном, вроде взять... А, хочется. Руки-то чешутся, да? Я пошел в дом, короче, постучал, выходит мужчина, я такой оторопел. Я говорю, это ты. Я говорю, это вы, Миша? Он говорит, да. Я говорю, так не говорю, что вы умер. Вы же так болели. Да, я болел. Ну, вот, говорю, слушай, вот такие запчасти там. Да, пойдем, копайтесь. Ну, что, мы покопались, вот себе нашли. То есть уже точно не с пустыми руками, да? Прям и остались еще так, что... Надо еще раз заехать, да? Да, он говорит, зять приедет, гараж откроет, и мы еще там поковыряемся. Ну, вот так. Поэтому тут такие могучие поисковые значки. То есть не только интернет, но и все ближайшие, условно говоря, свалки, помойки, да, какие-нибудь гаражные кооперативы, частные дома. То есть вскрывается все, да? Ну, вот бак мы, например, топливное себе искали, но его очень найти трудно целый. Где-то на сайтах они есть, стоит прилично денег. Или есть от машины такой Ныса. Он бак, сам квадрат одинаковый, а труба уже другая, надо еще там его переделывать. Он стоит тоже прилично. Ну, вот у нас был случай, мы поехали в соседнее село, значит, там машина по объявлению продавалась. Я хозяину позвонил, ничего не говорил, зачем еду. Приехал, осмотрели, говорю, слушай, мы так и так, мы не хотим ничего, машину покупать, нам нужны запчасти. Он, нет, запчасти я отдельно не продаю, только машину. Я говорю, а бак за 10 тысяч там? А машин за сколько он отдавал? За 50. А машин отдавал за 50, а бак за 10 тысяч? Ну, посмотрели, бак идеальный, ну, просто как новый, наверное. И мы у него покупаем механизм вот этот на руле, который переключение, вот что и здесь вот валяется. Ну, не хватало там элементов, и вот здесь они чуть-чуть сейчас добавляются. Говорим, ну, тебе разницы нет, ты все равно. Он говорит, я еще там через пару месяцев, может, сдам ее металлолом. Тебе с баком ее сдавать металлолом или без бака, а так у тебя уже 10 тысяч. Ясно, ну, в общем, и сердце его дрогнуло, да? Да, снимайте. Лежат, например, на столе кучка запчастей. Все то же самое есть на складах, где лежат другого цвета детали, там, другие механизмы. Сборка может продолжаться, ну, может быть, там, два, там, три месяца, там, при наличии более-менее всего комплекта, там, да? Но сборка самого комплекта, подготовка, покраска, вот здесь уже уходит и год, и больше. Это должно делаться параллельно. Пока, например, делается кузов, все время нужно искать, добывать запчасти. Иначе, когда начнешь собирать их, и так сейчас вот чего-нибудь не хватает. Ну, да, ты постоянно стал, да, постоянно с этим ты мне рассказываешь, что остановили работу из-за того, что там не хватает этого кускового. В каком-то направлении остановили, дальше пошли, обошли. Ну, вот, да, надо обязательно заранее уже максимально подготовиться. Бывает некое везение такое присутствует, когда чего-то нету-нету, и она потом откуда-то сваливается. Вот это вот всегда сопровождают. Ну, например, приведи пример. Ну, вот мы, например, какие-нибудь искали мелочи, которых не хватало на двигателе. Мы их просто купили в магазине. То есть, вот сегодня у нас 23-й год, а запчасти, которые были на ней там в 54-м году, они до сих пор существуют у нас в других автомобилях. На УАЗике, там где-то что-то. Я хотел сказать, что вот много добывается на всяких там других машинах и каких-то вот этих местах, а оказывается, еще есть и в магазинах, да, точно что-нибудь подходящее. Вот, смотри, вот трос жалюзы. Вот он стоит полностью, никак не переделанный, не отрезанный. Прямо вот в какой есть длине, это полностью от газ, какой-то сейчас газон есть. От Некста или от этого? Нет, не от Некста, а еще предыдущего. Например, от Волги не подошел, он кратковатый. А вот от газона это в один в один. Да, единственное, что рассказывали, он там был в оплетке, в пластиковой, да? Ну, в черной, да. Да, а ее сняли, потому что тогда делали вот такой же, без оплетки. Датчик вот температуры, это аварийный, пожалуйста, в магазине продается. Вот эти вот всякие уголки, вот мы покупали шланги, подсоединения вот масляного фильтра. То есть, вот это, да? Мы были прям полностью готовы. Вот они вот так, правда, выпускаются. Это вот раньше такие были классные. Мы цинковали, а это вот сейчас такой новодел. Ну, не новодел, это больше сказать, как сейчас промышленность выпускает. Здесь вот запасы золота, да? Потому что вот это все как раз тоже было отдельно приготовлено. И это все детали того периода, да? Мы называем это наше золото. Почему? Во-первых, оно красиво выглядит. А во-вторых, тут большинство крепежа собраны от таких же машин, от старых. Мы просто в кучу собирали, из кастрюли, цинковали. Вот, и поэтому, вот если посмотреть внимательно, вот болты ставились вот такой формы. А сейчас болты чаще вот такие. То есть, вот этот старый. Это родной? Да, это новодел. Про знание Николая, да? Насколько нужно понимать и знать, там, какой болт поставить или какую там шайбу, да? Там, широкую. Буквари. Буквари, да? Смотри, вот я сегодня ставил накладочку вот эту вот, я уже говорил про нее. Все тут показано. Чем ставилось? Специальное крепление, оно у меня там стоит. Какой тут ставился винт? Винт ставит, вот номер, пожалуйста, да? Страница какая? Смотрим. Просто тут назад, получается, одну страницу. Находим его, вот он здесь написан, какой винт. Свой опыт, конечно, какой-то имеется, но тем не менее, подсматриваем вообще за день, 10 раз там что-нибудь надо посмотреть. Ребят, ну, в общем, кто досмотрел ролик до конца, вас, наверное, еще раз попрошу, а хотя в конце-то какой смысл об этом просить, чтобы смотрели на Дзене, да? Потому что досмотрели, то досмотрели. Ну, вот где смогли. Ну, так, в общем-то, будем продолжать вас держать в курсе. Вот, говорю, будете смотреть на Дзене, будете она помогать материально. Вот, ну, наверное, в принципе... Я могу добавить, кто выкладывает такие ролики, вот как мы это делаем, да? Это полезно всем. Мы же то же самое, заглядываем во всякие ролики, посмотреть, и как делается у других, и как что-то там бывает, какая-то проблемка возникает, то же самое решаем. Поэтому вот эти вот все моменты полезны. По обратной связи вы, безусловно, пишите. Вот, честно скажу, что мы прям не мониторим там сильно, кто нам что написал. Вот, за славу благодарности заранее спасибо. А вот, если там что-то похейтите, тоже не стесняйтесь, если видите какие-то, ну, ваши там по делу или не по делу замечания, все готовы иметь в виду. Да, у нас задача сделать автомобиль очень близкий к оригиналу. Ну, к заводу, да. Мы почему и цвета соблюдаем, и погоду выпуска автомобиля, комплектность тоже соблюдаем. Да. Ну, на этой прекрасной ноте, да, всем хороших выходных. Или там, что у вас там, дней и ночей.